На этой неделе комиссия управления образования вместе с руководством Думы проводила приемку городских школ и клубов в центре Яунейба, проверяя готовность учреждений к новому учебному году. Учитывая ситуацию в мире, особенное внимание было уделено эпидемиологической безопасности учеников и педагогов. Согласно заключению комиссии, учреждения готовы к новому учебному году. Еще необходимо решить некоторые вопросы, но главное, что крупные ремонты практически завершились, и все ребята смогут приступить к учебе в помещениях своих школ. К косметическим ремонтам, которые обычно проводят в летние месяцы, многие учреждения в этом году приступили еще весной, когда обучение проходило в удаленном режиме. Где-то еще какие-то нюансы есть, например, в государственной гимназии еще ждет мебель, закупы закончились, но поставка мебели еще будет продолжаться, поэтому это не повлияет на учебный процесс. В некоторых школах, может, какие-то актовые залы еще там или спортивный зал в 15-й школе заканчивать будут, а так в основном школы, ремонты основные закончены, и они уже могут принимать детей, в принципе. Поэтому школы готовы к новому учебному году. Самым большим вызовом в новом учебном году станет создание эпидемиологически безопасных условий обучения. Необходимо будет спланировать учебный процесс таким образом, чтобы свести к минимуму возможность пересечения потоков школьников. Это необходимо, чтобы в случае, если у кого-то констатируют COVID-19, на удаленную учебу можно было отправить конкретный класс, а не всю школу. Будет введена усиленная дезинфекция рук и поверхностей, а также соблюдение многих других мер предосторожности. Чтобы как можно быстрее выявлять возможные случаи заражения, самоуправление рассматривает возможность установки во всех школах специальных систем мониторинга, так называемых термовизоров, которые дистанционно смогут обнаружить человека с повышенной температурой тела. Такие установки были бы крайне полезны не только в связи с распространением COVID-19. Они помогли бы уменьшить заболеваемость среди ребят также в период ежегодных эпидемий гриппа и прочих сезонных вирусных заболеваний. Мы рассматриваем два варианта. Это термосенсор и термокамера. На данном этапе мы понимаем, что термокамера для нас является более, скажем, эффективной, потому что, во-первых, она может несколько объектов сразу замерять. То есть это немножко аналог того термосенсора, где может только в одно время быть один учащийся измеряться. Да, и, в принципе, разговариваем с поставщиками данного оборудования и потенциально, которые могут, ну, скажем, это все установить. На все школы у нас по проекту 34 камеры, да, будут устанавливаться во всех школах. И, в принципе, сейчас идет разработка технической спецификации. После спецификации будет приведена закупка, и мы узнаем, скажем, стоимость и потенциального претендента, который этим всем будет заниматься. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугавпилской городской думы.